всем привет рад приветствовать на моем youtube канале вы уж простите что так редко выходят обзоры но это по объективной причины по каким вы конечно же и сами знаете но радует то что каждый обзор это шедевр взять прошлый тайкан это электрический шедевр от porsche я думаю многие из вас видели если кто-то не видел можете посмотреть по ссылочке сегодня же у нас не меньшая икона нежели тайкан от porsche это новый defender от лендровер да это не электрический автомобиль но если все автопроизводители начнут завтрашнего дня выпускать электрические автомобили нам потребуется 15 лет на то чтобы перевести весь автопарк земли на электричество поэтому то задумайтесь возможно это один из последних автомобилей с двс который выпускает итак сегодня в обзоре у нас land rover defender знакомимся и узнаем что может этот автомобиль и для кого он предназначен партнер проекта лаборатория света и безопасности установка умных замков капота микролог и механических блокираторов дверей бронирование стекол противоударной пленкой 3м установка лучших противоугонных комплексов пандора о дизайне defender хочу сказать буквально тезисно о том что это уникальный оригинальный футуристичный и в то же время самобытный дизайн нового автомобиля при всем при этом сохранивший традиции в предыдущей модели вы можете увидеть хотя бы взглянув на задние фонари которые отдают дань традиции маленьким фонариком которые были на самых первых моделях defender говоря о салоне нового defender а в первую очередь хочу сказать о практичности качестве материала и о тех тактильных ощущениях которые дарят эти материалы на ощупь но внешне выглядит все действительно очень дорого качественно и лакшери хотя материалы вот когда ты начинаешь их трогать ты понимаешь что ну это не не кожа это вот прорезиненные какие-то вставочки все но поездив на нем в условиях бездорожья ты понимаешь что кожа здесь не главное что было бы нужно а именно вот то что применено еще не несколько слов о зеркале заднего вида на мой взгляд прогресс на лицо потому что впервые я столкнулся с зеркалом где отображается изображение сзади с камеры в новом range rover evok так вот зеркало которое применено на defender и и то range rover evok of sky но можно сказать небо и земля это как разные прошивки на ваших смартфонах намного естественней выглядит изображение в этом зеркале я на сегодня могу сказать что разница практически стерта между привычным зеркалом и электронным зеркалом а вот мне было немножечко некомфортно задний ряд как он есть вы видите это расстояние от моих коленей до переднего сиденья на котором я сидел и расстояние над головой место в автомобиле действительно предостаточно для дальних комфортных и интересных увлекательных путешествий ну и естественно для поездок всей семьей по городу за город это очень удобный классно спроектированный и уникальный автомобиль по поводу функционала масса разъемов юсб тайп си розетка эти разъемы есть и сзади но это неудивительно потому что автомобиль предназначен для чего для того чтобы вы могли в любой момент отправиться в любую самую сложную экспедицию находясь в экспедиции вы не должны стать заложником каких-либо проблем что вам негде зарядить ваши гаджеты или подключить розетку связаться с внешним миром на мой взгляд все продумано очень классно масса кармашков масса каких-то ящичков здесь холодильник и действительно очень хороший холодильник руль сечение оптимальная и не маленькая и небольшое по тактильным ощущениям классная кожа честно говоря едучи в этом автомобиле ты просто перестаешь обращать внимание на том в какой среде ты находишься ты отдаешься всецело самой дороге и маршруту который ты заранее для себя спланировал топливный партнер программы АЗС европейского топлива и высокого уровня сервиса централ петролстейшн централ петролстейшн 12 лет только качественный бензин и дизельное топливо в самом центре харькова проспект московский 16 я сегодня в обзоре буду вас знакомить с возможностями и комплектации этого автомобиля но ни один я буду сегодня знакомить с этим автомобилем у нас будет девушка которую вряд ли можно было себе представить управляющей defender am предыдущих поколений но благодаря ее мнению мы поймем остался ли defender таким же как и раньше и для той же целевой аудитории или все-таки он изменился в корне не только в узлок и агрегатах а и в предназначении для кого этот автомобиль этот автомобиль построен на платформе d7 x по сути это известная тележка d7 которая применена на пятом дискавери но это усиленная тележка в ней 95 процентов это оригинальные запчасти отличающиеся как бы от той которая применена на дискавери и основа которая закладывалась именно в эту платформу это жесткость жесткость которая чувствуется банально с первых метров езды еще относительно этой же платформы могу сказать следующее что алюминий как и у d7 в d7 x применен практически везде но с той разницей что в d7 x применены кованые подрамники усиленные рычаги усиленные и увеличенные сайлен блоки и как я уже говорил это все требуется для увеличения жесткости кузова этого автомобиля от слов выражающих эмоции желательно перейти к цифрам для того чтобы не быть голословным о том что этот автомобиль стал жестче у нового defender а жесткость накручения равняется 29000 ньютон метров на градус вдумайтесь по сравнению с предыдущим defender ам это практически в 10 раз больше о предыдущего дефа жесткость накручения было всего лишь 3000 ньютон метров на градус когда берешь на тест автомобиль в первую очередь обращаешь внимание на его футуристичный экстерьер на очень практичный интерьер и это все ты встречаешь как говорится автомобиль по одежке но это все уходит на второй план по сравнению с ходовыми качествами этого автомобиля так вот по поводу подвески новых дефендеров трехдверный деф идет с пружинной подвеской а пятидверные автомобили однозначно в базовый идут с пневматической подвеской в отношении работы пневмоподвески адаптивные амортизаторы способны менять настройки 500 раз в секунду вы только вдумайтесь в эти показатели более того поездив по барханам пиццовской пустыни я в этом убедился на практике пробить эту подвеску на мой взгляд если конечно же не пытаться уничтожить автомобиль практически невозможно я попадал в различные ямы колдаемины и выбоины пусть да они сглажены на песке но ты понимаешь что безграничны запасы энергоемкости подвески у нового дефа продолжая тему энерговооруженности автомобиля хотелось бы сказать немножечко о двигателях двигатели здесь на сегодняшний момент двух типов это дизельный и бензиновый свою очередь дизельный может быть как 200 сильным так и 240 сильным у нас тестовый автомобиль оснащен 240 сильным дизелем с крутящим моментом 430 ньютон-метров на секундочку эти 430 ньютон-метров достигаются при 1400 оборотов вы не успеваете нажать на педаль акселератора как получаете максимальный крутящий момент по поводу проходимости значит основные цифры которые щеголяет новый дефендер базовая высота клиренса автомобили с него подвеска это 216 миллиметров при загрузке выгрузки когда автомобиль стоит вы можете его понизить но когда вы в движении автомобиль также понижается если вдруг вы где-то засели в песок в грязь там или снегу можно поднять его до уровня 260 миллиметров это выдающиеся показатели я думаю что вот те ситуации когда мы попадали на x5 в сугробах засадили автомобиль на брюхо с дефендером будет гораздо сложнее попасть в данную ситуацию кто не видел как мы доставали x5 снега можете по ссылочке посмотреть наш обзор и так сегодня ты сама проехалась на этом автомобиле за рулем протестировала я тебе больше скажу что на предыдущей модели ты вряд ли бы просто даже захотела него садиться до внешне конечно очень брутальный но управлять им было бы очень сложно вот твои ощущения как представительницы прекрасного пола и человека который в общем-то своей жизни управлял неоднократно приступить же на вас в семье достаточно много внедорожников отношения вот ощущения этого автомобиля по сравнению с тем что ты уже испытывала ну и как-то яркий скажу на на самой таки вот самый первый сломал слова которые вот то что мне пришло сейчас на ум я семья не ездила и сегодня просто плавала по поверхности воды когда сюда приехала я понимала что мне нужно будет тестировать новый автомобиль по песку по которому я никогда не ездила но я ездила по очень большим яму это как мы живем за городом то что у нас действительно большие машины без больших машин за городом невозможно жить вот реально да то есть и когда объезжаешь яму мы ее не обижаем мы просто едем по яме поэтому нас большие машины и когда я сегодня приехала и видела пески в общем ну думаю ну все это значит там застрянем так как при этом у нас на своих больших машинах а у нас и хаммер и volkswagen амарок на которых мы просто садились песок хотя огромная махина до муж говорит вот типа на наши амарок можно далеко ехать доказаться недалеко вот все машины сейчас я очень переживала да ты знаешь что мне нет опыта езды по барханам ну понятно и я реально поплыла я просто поплыла я вправо-влево а я понимаю что я еды я еду я плыву и я не застрелу никуда не не сажусь не гружусь и очень легко во первых я села и я не мы под меня ничего не подстраивать слушай она на росомоках как в будущем я села мне сразу очень удобно все очень удобно все видно то что это все полностью автоматы экранов куча я себе чувствую очень хорошо заметил что проектов проекционное зеркало а мне понравилось я вначале хотят привести себя в порядок но когда уже включена машина я вижу что оказывается все это самое классно когда ты в итоге смотришь назад ты видишь все равно себя вперед и пытаешься там вроде как губы да тут тебе ничего ты себя не видишь видишь только полностью обзор это то что нужно для водителя не понравилось если сравнить с хаммером отделка компоновка твои ощущения знаешь для меня хаммера в общем-то раньше было так как самолет это ну что-то такое невероятное мне он не нравится никак не валяшка он ведет себя вот так вот ты просто как вот ну не знаю просто не валяшка он очень грубой он очень каждая вот ямка я чувствовала каждую ямку мне очень не нравится хаммер настоящий какой-то танк вот реально это просто танк то здесь сколько раз мы в ямке как бы да я ни разу не ударилась головой то что вы ему я делаю постоянно в своих машинах очень большая и хорошая энергоемкость подвески поэтому вы не происходит ударов подвеска принимает все на себя ну это современная машина как раз наверно для меня для моей семьи которая живет за городом по большим ямам вообще конечно классно выезжать это уход рыбалка мы также часто это делаем благодаря нашим большим машинам но проходимости если мы переживаем или лишний раз туда не поедем да где мы видим это позволит да недавно мы дели за грибами там все везде везде песок мы конечно далеко не оставили да мы шли пешком весь песок конечно же по самые уши да но вот на этой в машине и сто процентов даже понравилось я так понимаю что я буду надо сюда приезжать на эту локацию и мне немножко такой адреналин захлестнул как я сказала это новая страничка в моей жизни сегодня произошло спасибо я хотел в этом обзоре показать мало того чтобы донести все эти изменения которые произошли в автомобиле но показать что в общем-то концепция самая концепция автомобиля изменилась он нельзя стать что он стал унисекс но он действительно позволяет гораздо больше чем любой внедорожник там вседорожник он позволяет как больше добираться так и для большего числа аудитории предоставлять свои услуги спасибо тебе огромное готовясь к тесту я конечно же многое прочел и узнал для себя новом defender я тот чего мне хотелось бы проверить и почувствовать на себе и практически все я для себя проверил единственное чего не удалось это преодолеть брод на этом автомобиле по заявленным характеристикам defender позволяет преодолевать брод высотой до 90 сантиметров более того у вас на экране будет показываться глубина то ли водоема то ли лужи то ли ямы которую вы будете проезжать для того чтобы не дай бог вас впереди не ожидал открытый люк прокатившись до кицевской пустыни по не идеальным ну хотя бы асфальтированным дорогам ну и самое главное покатавшись по самой пустыне по песчаным барханом я могу сказать вот основное что меня впечатлило даже не футуристический дизайн этого автомобиля не его практичности ли сам качество сборки которая в общем-то на высоте а то с какой плавностью хода идет дефендер знаете первый автомобиль с которым мне хочется его сравнить как ни странно это rolls-royce я не пытаюсь поднять defender на невидимую высоту но вот та плавность которой он обладает и которую вы ощущаете главное ощущаете это не просто слова вы садитесь если вы придете на тест-драйв и пройдетесь сами хотя бы там пол километра километра вы это почувствуете даже в городе плавность хода невероятное такое ощущение что автомобиль плывет над дорогой или скользит по песку это очень ценное ощущение потому что это дарит определенный комфорт и удобство у вас нету ударов вы не мечетесь несмотря на то что это все-таки внедорожник это автомобиль с большими возможностями хоть для города хоть для для за города хоть для экстремальных триалов и несмотря на то что принято считать defender как бы автомобилем для различных экспедиций я могу сказать что в новом поколении этот автомобиль позволяет совершенно спокойно и уверенно держать крейсерскую скорость на трассе порядка 140 150 километров совершенно спокойно и без напряжения до габариты у него достаточно большого не нужно привыкать если вы до этого ездили на седание или хэтчбеке но парусность и все остальное практически не ощущаются это универсальный автомобиль для езды только там где вам вздумается я могу резюмировать что ограничить проходимость этого автомобиля можете только лишь вы не зная куда на нем сегодняшний день благодаря сегодняшнему тесту подарил массу эмоций это было много драйва много фана много открытий для себя потому что я до этого на defender не ездил но честно говоря для сравнения наверное было бы полезно но зная и читая то каким был предыдущий и прочувствовал этот не хочется знакомиться с чем-то уступающим хотелось бы пробовать что-то еще более превосходящее но я думаю что достаточно сложно найти какой-то автомобиль который может поднять планку выше нежели у этого defender но к сожалению совсем приходится обращаться и сегодняшний день не исключение поэтому этот автомобиль я отдаю дилеру но жду новый тест который уже предварительно согласован и это будет новый внедорожник от тойоты но это будет в следующем обзоре на этом я с вами прощаюсь и как всегда желаю вам удачи на дорогах увидимся